Слушайте внимательно. Мы говорили, что у меня есть материальное тело и есть душа. Я душа. Вот так. Я имею тело и душу. Тело маленькая модель Вселенной. А душа представит духовное измерение. Поэтому у меня есть знания духовные и материальные. Мне нужно найти их внутри себя. Медитация. Не вознуждать к этому миру, потому что за пределы этого мира я не выйду физически никогда. Только духовно. Только духовно возможно осознать себя душой. Материя, даже ум материален не способен. Миллионы лет можно думать, мыслить, не приблизиться к духовному измерению. Невозможно. Это область материи. Ум замкнут, цикличен тоже. Это как вот рыбе говорят. Рыба, ты живешь в воде. Веда? Интересно. А где вода? Покажите. Она родилась в воде, живет в воде, умрет в воде. Она так близко с водой, что ей трудно понять, где что-то среда. Поэтому я родился, рожденный, я умирающий, я вот в этих двух измерениях нахожусь. Что я могу еще о чем думать? Где душа? Где душа? Где душа? Так я и есть душа. И это от меня сейчас скрыто. Видите, вот моим умом, моим представлением. Поэтому во мне есть знания и духовные, и материальные. И как? Медитация. Медитация означает медитировать на духовное. Это утренняя практика должна быть всегда у человека, а раньше всегда это делали все цивилизованные люди. И в России, и в других странах, это, я говорю, в те старые времена, в ведические времена, это был закон, как мы по утрам омываем свое тело, так по утрам омываем ум, сердце. Это медитация. Это медитация на имена Бога, на качество Бога, на вселенскую форму тоже можно медитировать, на священные книги какие-то, изречения на жизнь святых, на их сознание, на их любовь, на другие измерения жизни. Это утреннее время. Сейчас мы потеряли эту практику, мы потом спим, потому что мы тяжело работаем, деньги, нужно технологии, мы за все это платим постоянно, кредиты, ипотеки, мы вверх завязливаем этой матрице, увязливаем. Но если вы начнете утром подниматься, начнете медитацию авторитетную, так у вас пойдет процесс. Вот, во всяком случае, если вы себя освободите, вы поможете людям, только тогда можно это сделать. Связно не развяжет никого, раздвижитесь сначала, поможете. Субтитры создавал DimaTorzok